Курганская область в минувшие выходные боролась с ландшафтными пожарами. В регионе зафиксировано 60 природных пожаров, включая 13 крупных. Их общая площадь составила 11 тысяч гектар. С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС на борьбу с пожарами направила в регион три самолета Ил-76 и дополнительный контингент спасателей. Оценить обстановку и скоординировать работы по тушению прилетел глава МЧС России Александр Куренков. В Курганской области в результате переходов на здания природных пожаров огнем уничтожены свыше 300 жилых домов и почти 4000 строений. На данный момент большинство природных пожаров локализованы. Число погибших составило 6 человек, еще 14 пострадали. Людям, которые потеряли в пожарах все имущество, власти Курганской области пообещали выплатить по 50 тысяч рублей. Сейчас самое главное, все размещенные в ПВР будут осуществляться питание. С людьми должны быть работать психологи. Значит, первое, второе. Во все ПВР и в населенные пункты будут сотрудники правительства, которые вместе с главой будут помогать людям по оформлению документов. То есть, никаких выходных ни у кого не будет, ни праздник. Восстанавливаться документы будут все категории документы. Личные документы, на движимость документов, на транспорт и банковские документы. Вот эта технология отработана. Второе. Мы сейчас постараемся определить сразу перечень лиц, которые предполагаются. Первая выплата по 10 тысяч рублей. Эти выплаты начнутся сегодня уже и в городе Кургане, и в остальных муниципальных образованиях, где мы успеем дотянуться. И начнем отрабатывать подготовку ко второй выплате по полной утрате имущества до 50 тысяч рублей. Все остальное также будет в проработке, потому что объем ущерба, к сожалению, очень большой. Сейчас належит посчитать. И, кроме того, надо понимать, что отказ, если то, что сказал министр, пожар. Пожар практически за полчаса прошел расстояние почти 10 километров от микровода Тополя, на местном, до уровня микровода Восточной. И там располагалось несколько тысяч дачных домиков. Часть с ними была брошена. Вот. Не обжитые. Часть с ними были обжитые. Там были люди находили жили. Сейчас необходимо уточниться, какие домики имеют документы, кто там реально жил для того, чтобы оказывать точную поддержку, а не просто разбрасываться со деньгами, с которыми, как всегда, будут проблемы, к сожалению. Но самое главное, мы никого не бросим. Также всех детей, которые переехали из-за пожаров, примут в школы и детские сады по месту жительства. Никаких документов не нужно. Достаточно обратиться к директору ближайшей школы, где дети теперь проживают из-за вынужденного переезда. То же самое и с детскими садами. Школы, где сейчас размещены погорельцы, будут работать в обычном режиме после майских праздников. Напомним, что общая группировка силы, задействованная на тушении в Курганской области, достигла более 1300 человек и более 350 единиц техники, включая авиацию МЧС России. Самолетами и вертолетом чрезвычайного ведомства на очаги возгорания было сброшено более 165 тонн воды.